Хочу поделиться с вами тем, что мне с больной сорванной спиной помогает колоть успешно дрова и при этом получать удовольствие от колки дров. Первое, это нужно подобрать удобную чурку, потому что если мы на земле будем колоть дрова, то будем часто согинать спину и сильно. Из-за этого, чем больше мы согинаем, тем быстрее мы устанем, быстрее будет болеть спина. Поэтому берем хорошую чурочку, выбираем, обычно это чурка, которая комель, нижняя часть дерева, или может какую-то другую большую чурку, ставим ее удобно, чтобы она стояла, чтобы на ней удобно можно было ставить дрова, и уже колем. Обычно длина таких чурок где-то 40 сантиметров в среднем. Сейчас она на 10 сантиметров в землю вошла, поэтому ниже смотрится, так вообще где-то она вот так вот была, почти по колено. Ставим на нее чурочки и уже колем дрова. Так, это первое. Второе, что может помочь не нагрузить спину, это подобрать удобный топор и колун. Потому что, если мы колем одним только колуном, вот представьте, мы тяжелый колун поднимаем, там расколоть, чтобы маленькую чурочки наколоть, чтобы плахи раскалывать на опаление. Но зачем, зачем тратить время, силы на это? Когда можно взять для этой цели обычный топор или топор-колун, подобрать удобный себе. Я из обычного топора сделал его, такой вот топор для колки. Как он делается? Берем широкий топор, чтобы сам по себе ширина была побольше. Желательно, насколько возможно, опять же. Вот если из торца видно, он как похож на вогнутый колун. Берем его, срезаем болгаркой край, потачиваем и все, им удобно будет колоть. Он когда заходит, вот здесь он расширяется в этом месте и раскалывает. А весит всего килограмм, наверное. Очень-очень легкий, легко им работать. А как выбрать колун, я уже снимал видео, можете посмотреть. Коротко только хочу сказать, что лучше всего подбирать клинообразной формы. И тут не имеет значения фирмы, не имеет значения какой страны. Главное, нужной формы подобрать. Это и нужного веса, конечно же. Я заметил, что 2,5 или около 3 килограммов, где-то такой самый нормальный вес для того, чтобы колоть дрова. Чтобы это было удобно, чтобы было приятно. У меня, конечно, советский, но очень хороший. Его раз заточил и все надолго. Металл крутой здесь. Старинный колончик. Колоть одно удовольствие. А, еще важная особенность, это у него должна быть ручка не менее 70 сантиметров. Где-то 70, 80 или даже 90. Но 80 сантиметров самое нормальное. У меня 70. Так, ну вот, это второе. И третье, последнее, это нужно использовать правильный замах. Когда мы колем вот так, да, большие черки, например. Вот так. Мы сильно нагружаем спину свою. И потом она у нас болит. Уже давно придумано. И не мною. Уже давно-давно. Это хорошо видно на том, как строили железную дорогу. Транссибирская магистраль, например, да, когда использовалась при строительстве железки. Вот путейцы, а какой используют замах? То есть, они молотом забивают гвозди. Ну, то есть, сейчас уже другой способ, да, закручивания используют, там машины закручивают. Ну, а раньше, да, забивали молотом, да, они не вот так бьют. Там у нас отец рассказывал, на железке работал, когда пришел там мужик один. Он такой, ай, я сам буду, сам как считаю нужным. Чего вы там мне говорите, показываете свой замах. Мне непривычно это. Ну, и начал, в общем, вот так забивать. И, в общем, к концу дня он такой, мужики, подскажите, я уже все не могу. Вот, на самом деле, чтобы не уставала спина, надо использовать замах в 360 градусов. То есть, при этом работает не спина, а руки. Вот. Сейчас покажу. Вот так вот. Если использовать плеча замах, который тоже не напрягает спину, он очень слабый. очень слабый. А вот этот замах путейский, вот, сейчас покажу, раскалю. Он, на самом деле, очень сильный. Единственное, сложно, я на плахе колю обычно по краям колаю, так как быстрее, если это, конечно, не сучкастая, не сучками. Так мы, получается, смотрите. Оп. Оп. Это лан. Не нагружаем свою спину. Раскалывать легко. Раскололи на плахе. Далее, зачем работать колуном, если у нас есть топор. И далее, как семечки. Ну, в большинстве своем. Я просто заметил, что такой способ, он проще. Быстрее колоть дрова, и мы свою спину так не загружаем. Конечно, если еще у нас есть помощник, который бы вот эти дрова все складывал, так будет еще лучше. Это вообще бы, было бы идеальный, идеальный вариант. Просто выходил, дрова вот эти складывал, уносил их отсюда. Ну, вот такие способы, которые мне лично помогают. Я думаю, может быть, это кому-то тоже поможет. Может, у кого-то тоже больная спина. Или люди колют, там, не так вот машину, а машинами. Вот, особенно профессиональные кольщики. Привезли машину, им надо расколоть. Чем быстрее расколешь, быстрее деньги получишь, правильно? Поэтому, в таком случае, зачем гробить спину свою, если за этот промежуток времени можно расколоть больше дров, и не уставать так сильно.